Давайте добавить в ток, что я сегодня на самом деле не доказал, что у любого векторного пространства есть разменность. Смотрите, я говорил как. Вот есть числа x1 и так далее xn, и есть вот эти ашки. А1 и так далее, аn. Заметьте, n одно и то же, у x столько же сколько аш. Есть точки в количестве n плюс одной штуки, в которых значение многочленов. И есть коэффициенты у многочленов, их тоже n плюс одна штука. Размерность векторного пространства не зависит от того, какой у него базис. То есть, понимаете, количество, что называется, количество параметров. Вот у вас в школе учат. Если вам дали систему из 10 линейных уравнений, то в ней должно быть 10 x. Если больше, это значит, что-то не в порядке. Если меньше, то тоже что-то не в порядке. Понимаете, в векторном пространстве размерность – это как бы количество параметров. Почему она не зависит от того, какой базис. Вот представьте себе, я выбрал один базис, а потом я выбрал другой базис. Совершенно независимо от первого. Ведь в одном и том же векторном пространстве может быть много разных базисов. Почему количество элементов одного базиса такое же, как количество элементов другого базиса? Это очевидно, что должно совпадать или нет? Господа, должно совпадать, правда? Должно. Почему? Почему? А я здесь написал, V1, V2 – это дали военная базис. Простите, а может быть, есть другой базис? Это же было бы здорово. Мы берем векторное пространство, и вдруг при одном подходе оно трехмерное, а при другом подходе оно четырехмерное. Знаете, говорят все эти фантасты? Он летел в четырехмерное пространство, покувыркался там, вернулся с новой женой, и так далее. Алексей Ильич, если у меня есть базис, у меня есть маленький базис, я смотрю на наименьший базис, тогда наибольший базис, через него можно выразить. Да. Что это базис? Да. Да. И тогда между ними возникнет какая-то линейная. они не будут линейно-независимы. И? Эту теорему надо доказать. Базис? Смотри, еще раз. Представьте себе, у вас есть пространство, в нем есть какой-то базис, n штук. Представьте себе, что вы через этот базис выразили n плюс один вектор. Представили? Замечательно, вопрос, почему в таком случае эти n плюс один векторов будут линейно-зависимы? Давайте еще раз четко сформулируем это утверждение. Значит, жил бы у вас v1, а далее vn. Что значит, мы через него что-то выразили? Понятно, что. Значит, вектор u1, это сколько-то там v1, это сколько-то там v2 и так далее. Это сколько-то там vn. Молодцы. u2, это опять-таки, да, вот такая вот вещь. Замечательно. a2n, vn и так далее, вплоть до у n плюс первого. Вплоть до вектора у n плюс первого. Вот. v1 плюс n плюс первое второе v2 плюс и так далее плюс a n плюс второе n, vn. Так вот, ребят, утверждение. Ушки будут линейно-зависимы. То есть существуют такие числа, что когда вы умножаете вот это вот на какое-то там число лямбда 1, лямбда 2, а это на какое-то лямбда 1 плюс 2, и все это складываете, то у вас в каждом столбце получаются нули. Что значит, что в каждом столбце получаются нули? Это значит, что имея решение не все лямбда 0, но при этом, когда вы по столбцу проходите, здесь получается 0. Слушайте, я должен представить какое-то уравнение, но это уже ужас какой-то. а1, 1, лямбда 1, первый столбец пишу, плюс а2, 1, лямбда 2, плюс и так далее, плюс, вот до этого, а, n плюс первое, первое, лямбда n плюс первое, ну и так далее, и так далее, да? Ребят, это должно быть так, не только для единицы, а для лямбда 1, то есть когда берешь вот такую штуку, то это обязательно должен быть, это обязательно должен быть 0. Ну, вы видите, а почему, почему такая система с n плюс 1 неизвестным, и при этом с n уравнением всегда имеет 9 решения? Повторяю, система, в которой n плюс 1, буква неизвестная, и при этом уравнение там, столько-столько здесь столбцов, то есть n штук, если уравнение меньше, чем у неизвестных, то система обязательно имеет непривиальные решения, то есть можно брать не все лямбды нули, а так, чтобы все равно все это было нули. Вот, вполне себе задача, между прочим, простая. Это я вот задумал, на самом деле задача простая, мы поняли, что есть момент, который сейчас надо доказывать в этой новке, мы его обязательно через две недели докажем, потому что мне это потребуется. То, что у векторного пространства есть размерность, это мне обязательно нужно знать, да? Вот, ну и собственно все, все хорошо.